Информацию об организации работы городского отдела Государственной миграционной службы Украины в Одесской области членом профильной комиссии предоставил начальник отдела Виктор Ступак. Руководитель городдела подробно рассказал о последних изменениях, связанных с повышением качества обслуживания граждан. Хотел бы сразу доложить, что у нас заработала электронная очередь по загранным господалам. Что это значит? Это значит, что человеку не надо ночевать, занимать рано ночью очередь. Он подходит к нам в подразделение, берет талончик, там указан конкретный день, конкретное время, когда ему подойти и подать документы на загранный паспорт на карточку в виде ID. То есть, как вы знаете, у нас уже с 14 лет выдаются не паспорта в виде книжечки, а в виде ID-карточки. С сегодняшнего дня начала работать очередь через интернет. Есть сайт держанно-мигративных служб в Украине, где вы также можете записаться в время, то есть не посещая наш подразделение в предыдущем. Можно спокойно взять этот талончик и всегда должен распечатать, можно его не печатать. Единственное, главное, чтобы обладать имя и имя и отчество человека, который будет подавать на загранный паспорт. Начальник городела Государственной миграционной службы детально ответил на вопросы депутатов. Член комиссии Надежда Крючкова отметила, что депутаты получили исчерпывающую информацию о работе этого подразделения. Может человек и по электронке записаться, прийти вовремя и получить паспорт. И так можно подойти к ним, записаться. Единственное, что он сказал, что нужно приходить вовремя, чтобы не опаздывать, брать с собой паспорт Украины и идентификационный код. И это все очень быстро движется. В день они принимают по 20 человек. Выдаются вовремя. Если раньше была задержка с паспортами, потому что с Киева немножко задерживаются, то сегодня, на сегодняшний день, это все уже очень налажена работа и все идет нормально. У нас, как в нашей комиссии и во всех депутатах, мы проголосовали единогласно, у нас нет замечаний. Пусть люди идут, себе получают паспорта, потому что они действительно на сегодняшний день, я думаю, те, кто ездит за границу, они нужны. Поэтому замечаний к этой организации у нас нет. Еще один вопрос, который рассмотрели члены комиссии, касался подготовки объектов предпринимательской деятельности и торговли к летнему сезону. По этому вопросу депутаты заслушали доклад начальника отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Александра Михалюченко. Согласно решению исполкома, проведение двухмесячной подготовки к третьему сезону 2017 судебным хозяйством было организовано. Это наведение санитарного порядка на своей территории, это улучшение благоустройства побежащих территорий объектов, и это установка, наполнительные, согласно правилам благоустройства, это подписание договоров на вывоз мусора с этих объектов. Также ведется контроль соблюдением объектами торговли, додержанной тысячи на территории Чемноморской мески-рады ночной части. Члены комиссии рекомендовали исполнительной власти продолжить контроль за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности, правил благоустройства и санитарных норм. Мы с главой комиссии проехали по городу и посмотрели, насколько они готовы к летнему сезону, насколько были устранены те замечания, которые мы выносили им. Ну, у нас замечаний нет. В центре города чистота возле торговых точек, они позаключали договора на вывоз мусора. Возле каждой торговой точки есть урна, в которую люди идут, бумажечка или сигарет. Ну, нет, у нас не возникло никаких замечаний. Все нормально. В завершение заседания депутаты утвердили план работы комиссии по вопросам предпринимательской деятельности, торговли и бытового обслуживания на второе полугодие 2017 года.